С вас не должны брать за это никаких денег. Выгоняли их на улицу для того, чтобы выставить жилье вдвое, то и втрое дороже. Платить не за качественно оказанную услугу, а платить просто по определению, потому что можешь. Адекватная стоимость двушки с нормальным ремонтом 400-500 долларов, не более того. И регистрацию вам также обязаны сделать. После приезда из таких стран, как Россия, Украина или Беларусь, вы эту разницу ощутите. Уровень оказываемого сервиса в Ташкенте совершенно не соответствует ценнику, который запрашивают за эти самые услуги. Всем привет! Это мой второй ролик по Узбекистану. В первом я рассказывал о том, что необходимо сделать после приезда в республику. Если еще не видели, обязательно посмотрите. Ссылка на него будет в закрепленном комментарии. Первый ролик набрал много просмотров и активности. Спасибо всем, кто поддержал лайком и комментарием. Были разные вопросы под видео, один из которых по вопросу, связанным с жильем. Мне показалось, что тема интересная и мне есть, что об этом рассказать. Поэтому смотрите видео, будет интересно и полезно. Для начала я расскажу, где искать жилье, а после поделюсь своей историей, которая дополнит общую картину. Так как я ответил на один из комментариев под предыдущим видео, рынок жилья в Ташкенте сейчас очень нездоровый. Стоимость жилья может варьироваться за двухкомнатную квартиру от 250 долларов до 1000 баксов. Если вы думаете, что за 1000 вы получите достойного уровня жилье, я спешу вас разочаровать. Но все по порядку. Первое место для поиска жилья – это сайт AllX. Ссылку на него я оставлю в комментарии. Вы можете прямо сейчас перейти на данный сайт и посмотреть, за какую стоимость сдаются квартиры. Самое главное, что сдается за эти деньги. Сказать, что вы удивитесь, это ничего не сказать. Цены на жилье неоправданно завышены. Казалось бы, для столицы, наверное, это нормальная сумма за жилье. Но если бы не одно «но». Еще совсем недавно сдаваемое жилье сегодня стоило в 2, а то и в 3 раза дешевле. А как же так получилось, спросите вы. А я вам отвечу. Люди почувствовали возможность заработать и нагреться на приезжих. Да, именно такие оттенки я подбираю. По причине того, что уровень оказываемого сервиса в Ташкенте совершенно не соответствует ценнику, который запрашивает за эти самые услуги. И ты понимаешь, что услуга не стоит этих денег. Более того, даже продавец понимает это. Новые продолжают играть в эту игру. И наблюдая за подобными явлениями из раза в раз, становится немножко грустно. Сейчас даже не идет речь о моральной стороне вопроса. Хотя о ней тоже стоило бы сказать. Вот не поймите меня неправильно. Большая часть людей, с которыми я взаимодействовал, они не только не преследовали свои выгоды, а более того, даже пытались во многом помочь. Речь сейчас идет о тех людях, которые вместо того, чтобы выстраивать какие-либо деловые отношения, оказывать качественный уровень услуг и запрашивать за это нормальные деньги. Речь о тех, кто пытается сесть тебе на голову и ухватить свой кусок пожирнее. Итак, второй источник поиска жилья. Это, конечно же, местный. Общайтесь побольше с людьми. Многие варианты по жилью я находил, общаясь с водителями и таксистами. И один из таких таксистов поделился со мной номером одной дамы, которая сдавала жилье. Сдавала жилье она за, опять же, немаленький ценник. Запрашивала она 600 долларов в месяц за жилье. При этом она предложила сделать скидку при предоплате за полгода. Вы представляете себе, что это вообще за сумма? Многие арендодатели поступают следующим образом. Они сдают жилье только по предоплате за несколько месяцев. А почему так, я сразу отвечу. Потому что после заселения многие люди съезжают из квартир из-за наглости и жадности многих хозяев. Те это сразу поняли, просекли фишку и стали запрашивать предоплату за несколько месяцев вперед, а то и за полгода. Я, конечно же, поинтересовался у хозяйки, какая средняя зарплата в Ташкенте. На что она рассмеялась и ничего мне не ответила. Я у нее спросил, и как вы с таким ценником за жилье планируете его сдавать? То есть на кого это рассчитано? Она мне ничего не ответила. Она просто рассмеялась. Тут стоит сказать, что средняя, я повторюсь, средняя зарплата специалист, приехавшего из России, это 700-900 долларов. И это считается достаточно хорошей зарплатой. Вам нужно еще постараться, чтобы найти такую вакансию с таким размером оплаты труда. Потому что многим работодателям легче взять местного специалиста, который будет работать за 300-400 долларов. Но мы, как приезжие специалисты, не можем позволить себе работать на такой работе за такие деньги по причине того, что наше жилье стоит от 400 баксов. И получается своего рода какой-то порочный круг. Теперь история. На вышеупомянутом сайте я нашел жилье за 400 баксов в месяц с предоплатой за 2 месяца. Плюс коммунальные услуги. Тут стоит сказать, что в Белгороде, в городе, где я живу, поснимаем жилье за почти вдвое меньшую цену. Но опять же, сделаем скидку на то, что это как бы столица, и здесь как бы должны быть зарплаты выше. Но, как я сказал, выше? Нет, это не так. Зарплаты за стоимостью жилья не поспевают. У меня не было всей суммы для того, чтобы оплатить это жилье. Я отдал ей 600 баксов. В квартире, к слову, отсутствовали некоторые удобства, в том числе отсутствовала посуда, на что я сразу сделал акцент. Спустя многие разговоры, спустя неделю, мне такие посуду предоставили, но сделали это с таким видом, будто подарили мне королевство. Договор хозяйка также попросила не подписывать, и регистрацию сделать она отказалась. Для меня это был очень существенный момент, как и для многих приезжих. И спустя какое-то время она все-таки согласилась мне сделать регистрацию. Но на следующих условиях. Она мне делает регистрацию бесплатно, и я в свою очередь делаю карниз. Такие условия мне, естественно, не устроили. Я арендую жилье, плачу немаленькие деньги даже для местного рынка. При этом я еще должен ремонтными работами заниматься в съемном жилье. Ну, как бы тут, извините. В общем, она обиделась. Но все-таки регистрацию мы сделали. Причем, после того, как мы вышли из кабинета, после того, как я получил регистрацию, хозяйка меня попросила обратить ей такси. Я ей дал 50 тысяч. На что она сказала, что 50 тысяч это мало. Я ей дал 100. Она попросила не злиться. И вообще, если бы она знала, что со мной будут такие проблемы, проблема это значит сделать регистрацию, то она отказалась бы мне сдавать жилье. На что я ответил, что, во-первых, я когда заселялся, об этом сказал. Во-вторых, по законодательству, вне зависимости от того, приезжий ты или местный, тебя должны загистрировать в том месте, где ты сейчас проживаешь. И третий пункт вытекает из второго. Это в ее же интересах. И, конечно же, мне стало очень неприятно от того, что меня обдирает как липко. Причем, заранее этот пункт не оговаривался, когда мы ехали в паспортный стол. Заранее никто меня не предупредил об этих тратах. По истечении двух недель я был готов отдать оставшиеся 200 баксов за жилье. На что я сказал, что она может приехать, забрать свои деньги. И я сразу ей сказал, что за такси я платить не буду. Она сказала, что тогда она не поедет. Для меня это было шоком. Как бы человек едет в свою квартиру за своими деньгами, а я еще должен оплачивать ей проезд. После чего я предложил перевезти деньги в суммах по текущему курсу. На что она ответила, что она подумает и перезванивает. Перезванивает и называет сумму на 200 тысяч больше по текущему курсу. Я поинтересовался, почему, собственно, такая сумма влазит. На что она мне ответила, что у нее, видите ли, процент при снятии. Понимаете? Процент при снятии. Сказал, что это не мои проблемы. Я должен заплатить 200 баксов. 200 баксов я оплачу. Она сказала, что я мелочный. Обиделась. И сказала, пусть я перешлю ту сумму, которую посчитаю нужным. И что по истечении этих двух месяцев она будет искать других людей, которые заселятся в это жилье. Я сразу же провел с ней беседу на тему того, что как бы так дела не делаются. Либо она начинает нормально вести диалог, не обижаться. И вещи, о которых я прошу, они не являются чем-то специфичным. Любой другой человек, который будет претендовать на это жилье, он также попросит сделать ему регистрацию. Он также потребует какие-либо удобства. Что любой другой, кто будет снимать у него жилье, он также не поведется на данные манипуляции. В общем, живу я до декабря, а дальше будет видно. Возвращаясь к общему. Это уже информация, собранная мной в процессе проживания здесь. Доходило до того, что многие арендодатели выгоняли студентов и тех людей, кто у них жил, за нормальные деньги. Выгоняли их на улицу для того, чтобы выставить жилье вдвое, то и втрое дороже. И руководствуются они следующей логикой. Если ты приезжий, значит, у тебя есть бабки. А если есть бабки, значит, будешь платить. Причем платить не за качественно оказанную услугу, а платить просто по определению, потому что можешь. И самое интересное, люди злятся, когда ты не ведешься на эти манипуляции, когда ты говоришь о том, что эта услуга или эта вещь, она не может столько стоить. И это все вызывает отвращение от того, что тебя расценивают как денежный мешок. К слову, стоит сказать, что многие, кто сдают жилье сейчас, для них это первый опыт сдачи квартир. Отсюда мы имеем те проблемы, с которыми столкнулся я и другие люди, с которыми я общался. Это элементарное незнание рынка, как он функционирует. Из-за того, многие россияне и приезжие сейчас уезжают из республики. Вы можете сами прочитать статьи, ознакомиться о том, что сейчас наблюдается достаточно большой отток приезжих. По истечению пару месяцев, на мой взгляд, ситуация на рынке жилья, она стабилизируется и цены выровняются. До тех пор я не рассматриваю Узбекистан как финальную точку своего пути. Как временное убежище, да, но не более. Стоит закругляться, не стесняйтесь называть свою цену на жилье. Как было сказано, люди уезжают и многие квартиры сейчас простаивают и месяцами висят на различных сайтах. Адекватная стоимость двушки с нормальным ремонтом 400-500 долларов, не более того. И регистрацию вам также обязаны сделать, что бы вам ни говорил собственник. Причем услуга эта, регистрация, с вас не должны брать за это никаких денег. Вы снимаете жилье, вам комплексно оказывают ряд услуг, в том числе регистрацию. Я лишь рассказал вам об одном факторе, который влияет на ощущение себя в определенном месте. Позже я запишу видео о ряде вещей, о которых не рассказывают блогеры, которые продают картинку, но о которых стоит знать каждому приезжему в эту страну. Прислушиваться ко мне или нет, это лично дело каждого. Найдутся сотни других примеров, которые расскажут вам о том, что жизнь в Тачкенте прекрасна, и как жилье у них все сложилось, и что ехать сюда нужно. Мое же мнение, рынок услуг в Узбекистане сейчас не развит. В том числе рынок жилья функционирует на очень низком уровне. И после приезда из таких стран, как Россия, Украина и Беларусь, вы эту разницу ощутите. Если у вас есть подобные истории, обязательно пишите их в комментариях, и поделитесь своим мнением, чтобы вы сделали в моей ситуации, оказавшись в нем. Всем спасибо.